каждый день на передовой я веду информационную войну с неонацистами от нас ждут разговоров они конкретных дел я начинаю и песню сочиняю поддержки а еще лучше охотиться на снегирей потому что снегири это птица символизирующая клятую россию нас с вами не убивают нас с вами утилизируют нашими же руками сегодня мы станем частью большой страны мы станем частью огромной нашей родной семьи российской федерации россии россии матушки нашей кто все эти люди зачем мы вам их показываем увы это не нарезок смешных видео из тиктока где взрослые люди творят какую-то дичь чтобы насмешить подростков это самые настоящие чиновники назначенные россии управлять землями украины именно эти смешные фрики разгоняют митинги организуют референдумы издают указы и учат украинских детей любить свою новую родину кто они мы вам сейчас расскажем а после просмотра не забудьте подписаться на наш канал и становитесь спонсорами мы продолжаем нашу работу только благодаря вам помните как все начиналось 24 февраля 2022 года владимир путин объявил о начале специальной военной операции на украине при этом в наши планы не входит оккупации украинских территорий мы никому и ничего не собираемся навязывать силы давайте представим на минуту что президент не соврал как он это обычно делает и россия правда ничего не навязывает силой и никого не оккупирует если так то кремль должен полностью доверять местным жителям которые после освобождения от нацистов как это пафосно называют пропагандистские каналы должны сформировать собственное новое правительство наше исследование полностью опровергает слова путина мы собрали проанализировали биографии 112 ключевых чиновников назначенных руководить оккупированными частями украины после февраля 2022 года почти половина из них не украинцы а граждане россии а уж среди министров почти все 92 процентов новых членов правительств оккупированных регионов присланы извне то есть оккупации как бы нет но почему-то опираться на местные профессиональные кадры у кремля не получается а на кого получается мы разделили этих людей на три категории кто такой настоящий лидер тот кто ведет за собой и возвращает надежду стихийные бедствия техногенные катастрофы пожары аварии и прочие неприятности современного мира спецназ мчс лидер приходит на помощь всегда и всем кому бы она не понадобилась бравые ребята правда одним из руководителей этого спецназа мчс был алексей катериничев выход из фсб и кавалер трех орденов мужества правда рассказывают что недавно ему свое мужество продемонстрировать не удалось вспомните эту историю прошлой осенью глава мчс зиничев отправился на водопады красноярского края оступился упал и разбился насмерть и никто из сопровождающих не смог его спасти так вот одним из этих сопровождающих был катериничев после таинственной прямо скажем трагедии ему даже пришлось уволиться а новое место он нашел себе в херсонской области был замом главы тамошней военной гражданской администрации по безопасности но опыт катериничеву не помог в ночь на 30 сентября он погиб при обстреле херсона назначение катериничева очень характерный пример россия ничего не навязывает силой но отправляет украину массу бесполезных силовиков согласно нашему исследованию каждый пятый из чиновников оккупантов учился в военном вузе служил в органах госбезопасности или имеет реальный военный опыт регион где волейбол развит и популярен более 14 тысяч человек у нас занимается волейболом у нас спортивных секциях более двух тысяч детей занимаются у нас большой опыт проведения международных крупных соревнований это сергей елисеев глава правительства херсонской области он тоже служил фсб но последние семь лет работал чиновником в вологодской и калининградской областях где запомнился как типичный свадебный генерал он поздравлял с праздниками моряков и росгвардейцев открывал музыкальные фестивали тем же он продолжает заниматься и в херсоне красный синий белые цвета еще лиц творяют единение трех братских народов русского украинского белорусского не думайте что вычислить силовиков в ходе нашего исследования было просто вот смотрите зам главы херсонской администрации по жкх аслан арсенукаев должность как бы гражданская но почему-то на официальном сайте нет ни фотографии ни биографии арсенукаев меня этим очень заинтересовал и я решила разобраться кто по всей видимости много лет он работал смотрящим от спецслужб в госкомпании был специалистом по связям с силовыми органами и кстати получал за это ни много ни мало 800 тысяч рублей в месяц а еще арсенукаев был сотрудником военно-спортивного фонда того самого что продвигает в россии нормы гто этот фонд зарегистрирован на лубянке а в попечительском советке офицеры фсб теперь этот человек отвечает за жкх в херсонской области впрочем давайте не будем клеветать на кремль россия не только отправляет в украину своих силовиков зачастую она опирается и на местные кадры вот только какие россия заботится о людях мирных спокойных вот так вот голос который вы сейчас слышали за кадром сергея мороза пресс-секретаря военно-гражданской администрации херсонской области этот человек своим примером доказал при россии украинцы могут сделать головокружительную карьеру до весны этого года серега работал грузчиком а в свободное время смотрел ролики на ютубе понравившиеся видео сохранял на своем канале что тут у нас путеводитель по осознанным сновидением и что бывает когда засмотришься на сиськи они берут с оружием у некоторых руках не просто автоматы немножко рискуют конечно любит весной у сергея проснулся талант блогера вот какой контент он публикует сейчас сегодня мы станем частью большой страны мы станем частью огромной нашей родной семьи российской федерации россии россии матушки нашей чтобы не случилось у сергея всегда хорошее настроение и улыбка на лице не зря у него такой позывной так здорово друзья кто там говорит что мы убежали из херсона мы здесь серега и морозом он же как у тебя позывной жара я сталин чтобы знали можете привыкать все у нас хорошо мы херсоне и куб там не писал не говорил что мы там куда-то исчезли убежали мы находимся на месте в городе херсоне а это рядом с сергеем кирилл стримаусы очередной замглавы военной гражданской администрации херсонской области известный в городе активист провокатор и антиваксер нас с вами не убивают нас с вами утилизируют нашими же руками пять лет назад этот замечательный человек напал на мэрах херсона владимира николаенко из-за нечищенных от снега тротуара в другой раз стримаусов пришел на пресс-конференцию и выстрелил в зал где сидели журналисты пули были резиновыми к счастью никто не пострадал представляете такого персонажа где-нибудь в россии стране где можно сесть в тюрьму заброшенный в сторону полицейского бумажный стаканчик да не легко ему теперь придется и еще интересное про стримаусова в 2013 году он бегал по херсону с имперскими флагами вместе с русским националистом артуром канцером до сих пор я много говорила про херсонскую область сейчас мы отправимся в днр и вы сможете убедиться что там точно такая же картина те же сомнительные люди и опять с националистическим душком это ростислав антонов советник главы днр по гуманитарным вопросом журналист общественник активист много лет он защищал права обманутых вкладчиков и возил гуманитарную помощь на донбасс а в марте 2022 года одним из первых отправился в украину вроде бы идеальная биография но вот странный факт ростислав давно ходит в активистах а в его соцсетях нет видео раньше 2013 года что же он скрыл а вот что вот нам говорят что чего вы русские хотите так мы хотим равенства нам не надо чужого мы хотим вернуть свое русские марши белоленточные протесты антонов успел побывать всюду в какой-то момент он даже сказал что путин главная оранжевая угроза в стране мы выходили в декабре протестовали против избрания того парламента за который мы не голосовали мы выходили против выбор без выбора президента и мы добьемся того чтобы россия теперь все это в прошлом ростислав поумнел и превратился в записного патриота но с национализмом не завязал он продолжает комментировать все инциденты с участием мигрантов призывая власти к радикальным мерам мы наводим порядок вместе с сотрудниками там полиция антонов это еще цветочки теперь перейдем к синичкам в прямом смысле этого слова если бы на российском телевидении проводился чемпионат по самым идиотским и завиральным патриотическим высказываниям то наш следующий персонаж точно стал бы его финалистом и вот по поводу расчеловечения школа обычная запорожская школа номер 106 детям маленьким деткам в третьем четвертом классе учителя предлагают на уроке природоведения кормить синичек потому что они желто-синие украинские птицы и всячески избегать поддержки а еще лучше охотиться на снегирей потому что снегирь это птица символизирующая глядую россию это член главного совета военно-гражданской администрации запорожской области владимир рогов честно я не знаю что означает эта должность но рогова буквально окружают легенды и небылицы вот его называют индийским принцем другом путина жириновского и почему-то семьи ганди а здесь экспертом российского института стратегических исследований на самом деле рогов мелкой руки бизнесмен из запорожья и обычный провокатор вот какую запись он запостил в соцсетях накануне войны да здравствуйте мы бы хотели столик заказать на 23 февраля но мы пока еще думаем как бы мы сами вот и стулы не знаю доедем нет успеем 23 может 24 ну не знаю наверно с утра часа в четыре да на всю дивизию пишите 106 так я серьезно грудно всю дивизию ну думаю тысячи полторы где-то вы там ждете нас всех накормить и все спасибо 23 24 у вас страшно представить о чем думала эта женщина администратор ресторана утром 24 февраля когда начались ракетные обстрелы киева а рогову это кажется смешным среди коллаборантов вообще много людей с весьма специфическим чувством юмора видите как задорно этот парень танцует на пляже это павел филипчук мэр города каховка в херсонской области он еще и прекрасно поет тишину я покидаю звучать я начинаю и песню сочиняю а еще филипчук любил подшучивать над коллегами за что получал по лицу колбасой хотел бы начать с нашего символического подарка нашему мэру поздравить его пожелать ему хороших успехов в работе и я думаю было бы символично если бы этот подарок был при входе в его прием мы он будет символизировать в принципе как наш мэр победил на этих выборах и мы все будем об этом помнить поэтому андрей я вас поздравляю но филипчук не так то просто когда он был главой бюджетной комиссии херсонского областного совета то каждый месяц выписывал себе 300 процентов премии или материальную помощь в итоге в 2016 году он заработал в два раза больше чем президент и премьер-министр украины скажите это тянет на уголовку а только ли в этом случае война тяжелая на всякие там чеченские так далее близко не похоже тот факт что евгений пригожин вербует на украинский фронт заключенных российских тюрем не выглядит таким неожиданным если знать что и среди чиновников отправленных из москвы руководить захваченными территориями украины тоже хватает персонажей с уголовным прошлым те или иные проблемы с законом имел каждый десятый из изученных проектом назначенцев в оккупированных областях это и новый мэр энергодара александр волга который скрывает свою настоящую фамилию молоков именно под ней он был недавно осужден за взятку это и глава военно-гражданской администрации херсонской области владимир сальдо которого подозревали в похищении человека но остановиться подробнее я хочу на самом искреннем из этих людей от нас ждут разговоров они конкретных дел разговоров о нереальных дел это андрей алексеенко в прошлом году так вступал на пост мэра краснодара честнейший человек и конечно долго не продержался всего через два месяца после назначения его арестовали по версии следствия алексеенко выдал застройщику документы на дом в обмен на подарочное ружье за 1 миллион 600 тысяч рублей в соответствии со статьями 91-92 главного процентного кодекса вы задержаны по подозрению в совершении преступления предусмотрено частью 6 статьи 290 то есть получение должностным лицом через посредника взятки в виде иного имущества в особо крупном размере за совершение незаконных действий удивительно но это видео вы не найдете на сайте иск а потому что очень скоро оно было удалено а алексеенко уехал в украину и возглавил правительство харьковской области но и тут его на стекло проклятие мэра в середине сентября харьковскую область освободили вооруженные силы украины вы на всякий случай посидите пожалуйста в подвале потому что может быть еще обстрелы но мы уже тут же же все добренько и там же все судя по темпам контрнаступления украинской армии скоро свои работы могут лишиться и главы оккупационных администраций других регионов а пока этого не произойдет россия продолжит опираться на силовиков фриков и уголовников проект узнаете впервые